Смотрите, вот они вот наперекор судьбы взяли телефон, дозвонились, и в результате от них весь мир отвернулся. Очень больно осознавать то, что ты причастен к этому большому горе. Признание вины, помощь следствию — это прежде всего акт понимания ситуации и сопереживания людям, которые потеряли своих близких. Я разделяю их боль и тоже ее понимаю. Я еще раз прошу прощения у всех потерпевших за свои деяния и прошу суд разобраться во всех обстоятельствах дела и вынести законное и справедливое решение. И еще я их всех помню. Семьи погибших требуют наказать тех, кто должен был предотвратить гибель детей. Родители справедливо верят в то, что кто-то мог их спасти. Была ли этим человеком я? Принесет ли моральное удовлетворение потерпевшей стороне? Если ответственные за трагические последствия ошибочных решений и просчетов понесут непричастные к ним лица, будет ли восстановлена социальная справедливость привлечением к ответственности невиновных в лице моих детей, в лице недожившей до справедливого приговора моей мамы. Здесь нужно все государственные органы, которые принимают защиту детей и безопасности, вот всех наказывать за это. Как в Москве у нас, да, департамент соцзащиты говорят, я что должна была, если мы детей отправляем, я должна была машиниста проверить? Да, должна. Вот я как мать считаю, что должна. Время оглашения приговора 18 марта 2019 года. Продолжение следует...